Дома Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня у нас интересная рыбалка Карповая сессия, небольшая, суточная Сегодня я выехал Наконец-то на платник Сегодня расскажу вам Особенности рыбалки на платном водоеме Как это я делаю, какие у меня успехи Кстати, по платным водоемам Особо у меня и трофеев Не было Потому что особо не ловил Так приезжал с друзьями Им помогал, они ловили Я, как всегда, так Играющий тренер Выехал я на пруд В районе 11 часов По погоде ветреная Надо ему к вечеру успокоиться Сейчас покажу вам Как я до этого пруда добирался Это Воткинский известный пруд Это пруд-двигатель Такой небольшой водоем В районе Трех гектар Типичный водоем С бывшей речкой То есть была Текла речка Ее запрудили Получилось русло И по бокам Береговая линия Ну С подтопленным корежником Есть основные Точки лова Это с основного нашего берега Получается С подъездов Это Где-то тут у нас Три-четыре сектора И есть Противоположный Берег Там, соответственно Почти не рыбачат Там зона покоя Потом покажу вам Карту Точки И карту С успешными Рыбалками То есть люди тут Отловились В моей методике Поймали карпов И Этого все вы видите Простите Разрекаюсь Так Дальше что Наконец-то у нас Лето вступило Све права Стабильность Какая-то появилась В погоде Плюс На работе Выдалось Один выходной Я этим воспользовался Далеко ехать не могу Из этого Выбор один Это платный водоем Ближе Близи города Это почти все Простые рыбаки И так Начинающие Карпятники Этим пользуются Вот об этом Будет Сегодняшний фильм Он будет Небольшой Но познавательный Немножко Покажу вам Сектор Насадки Палки Расположение Логистику Покажу Немного кухни Карпятника Что готовлю Сегодня без изысков Обычная еда Быстро Сытная Калорийная Поснимаю Как всегда Сюжеты О природе Тут Кстати Уток Много плавают Уже С пятенцами С утятами Я думаю Вот вам интересно Оставайтесь на моем канале Смотрите это видео Ставьте лайки А я пошел Работа для вас Итак Друзья Сейчас покажу Свою лагерь Как расположился Какая логистика В первую очередь Когда приезжаете На любую Сессию Карпу Всегда ставьте В шелтере Или палатку Потому что любая непогода У вас все будет Шматье Все ваши вещи В сухости И в тепле Чтобы ничего не мочило Вам будет удобнее Это все монтировать Машину ставьте Так Чтобы был проход Сегодня и ночуете Чтобы был свободный Проход К палатку Потому что момент поклевки Побежите В темноте Можете запнуться И результат Был от почем Соответственно Шелтер ставим Так Чтобы защищал От ветра По возможности Дальше Вот у меня мат Тут лежат Болотники Потому что Видите какой сектор Болотистый Приходится Их одевать Но если будет Крупный паровоз Не успею Дет Не одеть Побегу Без них Дальше у нас Палки идут По очередности Первая Вторая Третья Четвертая Подсак Тоже вот рядом Чтобы было все удобно Чтобы за ним не тянуться Потому что подсак В суете всегда забывается А он нужен Там у меня сосед У нас Николай Товарищ С группы ВК Подписчик Тоже Вот Вот такой сектор Особо не убихоженный Конечно Ну Почти дикарь Ну за ним Посматривая За этим прудом В принципе Можно назвать Его платник У нас Пиши все такие пруды Будем ловить Будет что интересно Дальше Буду включаться А следующее У нас По распорядку Дня Вечерний Мой ужин Кухня Карпятника Покажу Что я сготовил Сегодня Оставайтесь Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Работаю для вас Музыка Музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разложил палки... И... Материрую... Что я все вы видели в предыдущих видео Это я не стал показывать... Потому что сегодня фильм не особо большой... Больше уделим внимание... Уделим вниманием... Главным аспектам... Как правильного видения на платных водоемах... Но... Есть основы... Есть азы... Крайфишинга... Которые нельзя... Которым нельзя пренапрегать... Это выбор точки... Ловли в воде... Хорошо, когда вы уже знаете... Где вы будете ловить... Вам кто-то скинул карту... Вам посоветовали... Вы приехали... И вы уже готовы... Но... Все равно для себя надо это изучать... Потому что вам в будущем пригодится... Как я это делаю... Обязательно разложу... Раскладывал палки... Беру маркерный груз... Пробиваю лучи... Именно на зацепы... Потом беру лохолот... Пробиваю бровки... Температуру... Скопление рыбы... На леске потом... Ставлю... Типа метки... И скотча... И уже знаю... Когда и где я буду... Как ловить... Потом... Забрасываю на пластиках... Или на пава-пакетах... Соответственно... Чтобы пробить длину... В ловле... Я использую... Вы уже видели... Обзор небольшой... Использую дальнеметр... То есть я закинул... Эхоот диппер... Он у меня плавает... Когда я нахожу нужное место... Точку... Я пробиваю... По этому лохолоту... В дальнемер... И узнаю дистанцию... Сейчас я... Этот пруд особо не изучал... Пробью в себе расстояние... Сколько вообще он... В ширину... В длину... И уже заведу... Все это... Бортовый журнал... Смотрите... Так... Котово берега... Делаем сканирование... 101 метр... Ловлю... Потом покажу... У нас коряжек... Пробиваем расстояние до коряк... 68... Все быстро и точно... То есть... Средняя линия... Начало... Первой буловки... 68 метров... Там идет... Сплошный коряжник... Карф ходит за коряжником... И перед коряжником... То есть... За коряжником ловить нельзя... Соответственно... Кормим и мылоим перед коряжником... Но... При его поклевке... Он тащится в коряги... Значит... Вывод один... Ловим... На... Жесткие... Лески... Или плетню... Соответственно... Чтобы он не вытащил... И вообще... Закрытый фрекционер... Многих хозяев водоема... Поводились съемки... Подводные послесоревнования... Особенно на платниках... Очень много кормят люди... Как говорится... Бездарно... Соответственно... Это все там... Тухнет и гниет в точках... На любых... Диких и платных водоемах... Всегда есть коряги... Есть трава... Вся рыба... Все... Движение рыбы... Я считаю... Связано... Вот ветер... Смотрите... Курьбешен... Надеюсь... Меня слышно... Связано с корягами... И с травой... Находите это место... Там и ловите... Желательно... С кем-то общаться... Чтобы вам дали заранее карты... И уже вы приезжаете... Меньше времени... Движение... Но всегда... Перед... Забросом... Проверяйте... Одно... И уходит оттуда... Есть еще... Понятие такое... Ветер... Ветро... Зависанный водоем... Тоже тут надо... За этим наблюдать... И смотреть... Куда встать в сектор... Есть сектора... Вот как я... В середине... Примерно встал... Которые универсальные... И... Они... Самые удачные... Самые удобные... При всех раскладах... Вы... Дотянетесь... До любого... До любой точки... Надеюсь... Рыба... Волну гонит... Сегодня... С погодой... Не очень... Так... Готовлюсь... И ужин... У нас... Кухня... Кротятника... Делаем... Котлеты... Гамбургерные... Поджагиваем... И... Быстро... Лапша... Так... Это... Расскворчить... На природе... Это так все вкусно было... Потом покажу... Как это я... Торелирую... На тарелку... Вот так вот... Живем... Так и рыбачим... Так и едим... Итак, друзья... Вот у меня... Мой... Картово-ортовой журнал... По каждой рыбалке... Вот я его так веду... В свободной форме... Как мне удобно... То есть... Расписал я... Какой пруд... Дату... Воздух... Вода... Ветер можно написать... Вот в эту сторону... С ветром конечно плохо определяет... Какой... Ну... Юго... Запад по-моему... Метров... Десять... В секунду... Ну... Такой... Немаленький... Неслабый... Дует ветер в дамбу... Может к вечеру успокоится... Ну... Я рыбачу на проходах рыбы... Соответственно... Там дорога... Я думал... Сильно от ветра это не зависит... Но ветер все-таки гоняет воду... С поверхности... С поверхности воды... Корм... В сторону дамбы... Это факт... Так... У нас температура стабильная... Давление... Особо не скачет... Я думаю... Будут удачные поклевки... Соседи правда попадают шумные... Но это ничего страшного... Так... Так... Я расписал точки... Резервную точку... И... Всю информацию... То... Что об этом... Пруде было... Когда были выходы рыбы... И когда были поклевки... Это важно... Дальше буду записывать... Что происходит... На этой моей рыбалке... Так... Это в сторону... Пока... Сейчас... Пока... Мне готовится ужин... Время у нас... Пять часов... Надо... Я думаю... Закормиться с коброй... Так... Будем кормиться с пыльниками... Так... У меня сумка специальная... Ну и пыльники... 20 миллиметров... Бигфиш... Еще... Наверное... На ночную точку... Немного стоять будет... Грибалка суточная... Из-за этого надо... Быстро все выкармливать... Потом... Времени не будет... Процесс закромки скобы... Я уже раньше вам показывал... В других видео... Ну в принципе... Сейчас еще покажу... Там ничего сложного... Пока готовится у меня... Ужин... Делаться все просто... Главное... Кормить все определенные точки... Такое внутреннее занятие... Но по ветру надо попадать... То есть... Надо точность и навыки... Чем чаще кидаете... Тем лучше... Закармливаем... Закармливаем пятно... В районе... 10-15 метров... Вдоль коряг... Там... Соответственно... Все оснастки... У меня и расположены... С ветром тяжело... Конечно... Кормиться... У нас... Рыбора нет... Потому что... Скоро проход рыбы... Вечерний... Кобра Карпро... 20 миллиметров... То есть... Размер... Размер боевой... 20 миллиметров... Так... У нее... Диаметр... 22... Принавыках... В принципе... До килограмма... Кормляться... Вообще... Быстро... Особо... Точности... Конечно... Нет... Но... Нужно закармливать... Ковер... Шахматом... Порядки... Это будут... Маяки... Или карп... В чем... Плюс... Эти боевы... Только съест... Потому что... Они крупные... И твердые... Постепенно... Будут отдавать... Свои... Пылящие... Элементы... Ему... Воду... Он их найдет... И... Будет ходить... По этим... Точкам... Подходить... Так... Так... Друзья... Время... У нас... 6 часов... Скоро... Вечер... Будем готовить... Закорм... Для ближней точки... Возьмем... Немного... Пыликов... Мы их... 20 миллиметров... Бигфиш... Их же... Выбрал... Типа... Дамблусов... Для насадки... На ночь... На ближнюю точку... И... Пелец... И... Пелец... Мелко... Факция... С крупной... Закормимся... Добавим... Немного рыбьего жира... Для ароматики... Карп... На ночь... Чтобы... Выходить... На ближняк... На ближнюю бровку... Мы его... Там... Будем ждать... Так... Так... Немного... Меласы... Естественного... Бетаина... Чтоб... Корм был... Потяжелее чуть-чуть... Ну и... Насыщенными... Аминокислотами... Луки... После этого... Обязательно... Мойте тщательно... Потому что... Это... Слабительное... Соответственно... После этого... Вам будет тяжело... Дальше... Находиться... Малки... Так... Эту мы процедуру сделали... Где наш ковшик... Так... Ну... Все... Замешиваем... Это... Все... Делаем... Замес... Так... Как раз... Два часа... Настоится... И... Сделаем... Ближнюю... На точную точку... Это... Точка номер пять... Видите... Кормлю дозированных... Не перекармливаю... Потому что... Рыбатуры... Так... Чтобы... Все было... Пофрешой... Так... Все перемешали... Убираем... В сторону... Будем делать... Сейчас... Насадку... На пятую точку... Начну... Покажу... Поводок... Свой... Бойл... Пылик... Собственно... Изготовление... Это будет... Премьера... Буду ловить... И кормить... Кормить... Уже я давно... Третью рыбалку... Третью сессию... А вот... Еще ни разу... На него не ловил... Если удачно... Сегодня сложатся обстоятельства... Я поймаю... Первую рыбу... Но... Пылик... Собственно... Изготовлением... То есть... Он поменьше... Чуть... 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 Поехали дальше... Пылик... Именно... Который... Насадочный... Типа... Дамблс... Где-то... Двадцать... Ну... Примерно... Пятнадцать... Поехали дальше... И так... Будем сейчас связать... Поводок... Сразу же... Под мой... Самодельный... Насадочный бойл... Пылящий... Дамблс... Бигфиш... Для ночной точки... Поводок будет трофейный... Из-за этого... Следует... Что... Отрезаем... Поводкового материала... Сорок... Сантиметров... Где-то у меня есть на канале... Все эти... Размеры... Все поводки... Ну... Буду говорить... Что делаю... Соответственно... Потом... Можете... Остановить... Видео... Посмотреть... Отрезали... Так... Кофе у меня тут... Недопитая... Снимаем оплетку... Тринадцать сантиметров... Поводковый материал у меня... Поводковый материал у меня... Поводковый материал у меня... Климакс... Скинбранд... Тринадцать ЛБ... Ну... Можно и китайский... Поводковым материалом... Тоже пользуюсь... Пока такой у меня... В основном... Я тут... На трофейных хэбболках... Еще использую... Китайский... Докбори... На тринадцать ЛБ... На тринадцать ЛБ... Но... Тринадцать ЛБ... Пока он закончился... Так... Дальше... Что мы делаем... Дальше... Нам надо... Стопор... Поделить... От него... Стопора... Тоже маленькие... Закончились... Ну ладно... Возьмем такой... Главное, что все было симметрично... Чтоб насадка соответствовала крючку... Чтоб... Все было... Красиво... Одеваем... Черный стопор... Который... Будет потом стопорить бойл... На волосе... Чтоб он... Никуда не дергался... Все... Продели... Дальше... Делаем петлю... В которой... Потом будет... Крепиться стопор... Второй... Который... Стопорит бойл... С обратной стороны... Процедура требует... Навыков... И... Шаолевых ручек... То есть... Пальцы... Руки... Должны быть не дубовые... Чтобы... Вязать поводки... Потому что... Нужна гибкость... Все... Разучился... Петлю... Делайте... Довольно таки... Удобную... Чтоб потом... Вам этот волос... Заводить без проблем... Стопор... Заводить... Без проблем было... Не мельчите... Ну и не слишком здорово... Адекватно... Красиво... Так вот у меня со второго раза получилось... Она особо нагрузки не несет... Я так спокойно подтягиваю тебе с фанатизмом... Лишнее все отрезайте обязательно... Но не под корень... Чтоб был хвостик небольшой... Красивый... Вот у нас... Готово... Основа под волос... Так... В ускоренном моменте мы промотали... Чтоб вас сильно не утомлять... Вот я связал такой поводок... 20 см... Трофейный... На крючке... Вот гейб... Четвертый номер... Считаю... Смотрится... Симметрично... Эстетично... Красиво... Вот это было на ночь закидывать... На ближняк... Пылящий... Тонущий бойл... Буду тестировать... А если клюнет... Я буду очень доволен... Ну все... Готовимся к вечеру... Так... Ладно... Время перезабрасываться... 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 Если конечно там зацепа нет у нас... Палка была... Один пик... Потом... Молчание... Сейчас... Все... Переделаем... В принципе... Зачем я ее беру... Можно на стойках... Оставлять... Так... Желтый не сработал... Не нравится ему что-то... Оденем другое... Протестируем... Мой... Наконец-то... Тонущий бойл... Посмотрим... Как сработает... Дамбулс... Пылящий... Тонущий бойл... Ну... Хват уже забивать не буду... Буду использовать как груз... から... Вместе... Тонущий бойл... Тонущий бойл... Клики, Сейчас пик забросимся Субтитры сделал DimaTorzok Все, перезакинулись Сейчас подтянем фрикцион И будем ловить Все, погнали Ну вот, господа, вечер Мой ужин скромный готов Ужин Карпятника Сегодня выезд короткий Соответственно, ничего особого Сверхестественного я не готовил Зато все бюджетно, вкусно и сытно Котлеты бургерные Говядина, свинина Лаваш Лапша быстрая, острая Это все будет вкусно И мне этого хватит Только калорий до утра Кто еще не ужинал Приятного аппетита Оставайтесь на моем канале Подписывайтесь, ставьте лайки Работаем дальше Рыбалка в разгаре Скоро будут поклевки карпа Без проблем Мы поймаем эту рыбу Итак, продолжим беседовать Беседовать о тактике И вообще Как ловить рыбу на платных водоемах Которые в ближайшем вашего города Которые запрессованы Которых шумно, гамно И соответственно Очень много корма остается В первую очередь Кормить нужно аккуратно Любой корм, который вы закинете в воду Вы уже оттуда не достанете Убить точку можно элементарно Я вообще сторонник Корма естественного То есть это Бойлы, пелец Зерновые Ну редко Конопля обязательно Особенно на ближняк Стараюсь Бойлу я катаю сам Естественных цветов Без химии, без кресителей Стараюсь Расцветные слишком Бойлые тоже Если я покупаю Не брать Потому что Я считаю Весь цвет Это маркетинг Это для человека А на дне потом остается Такие яркие Оранжевые Красные пятна Если это карп Там не активен И его мало Это ничего не съедает Это ничто не съедается И засоряет водоем Это факт Многих изряд водоема Проводились съемки Подводные послесоревнования Особенно на платниках Очень много кормят люди Как говорится Бездарно Соответственно Это все там тухнет И гнеет в точках На любых Диких И платных водоемах Всегда есть коряки Есть трава Вся рыба Все Движение рыбы Я считаю Связано Вот ветер Смотрите Какой бешен Надеюсь Меня слышно Связано С корягами И с травой Субтитры создавал DimaTorzok Итак Друзья У нас Прошли Почти сутки Поговорим О нашей Рыбалке О карповой Сессии На платнике Подведем Немножко Итоги Что у нас Было за ночь Ночью Спустился Опять туман Было холодно Вот такое У нас Лето Вот такое У нас Лето Я в шапке Все стабильно До здравствует Июнь Ну я думаю В июле будет Получше Ладно Надеемся На лучшее Как всегда Зачем унывать Так Ближе к делу Получается Ночью Все было Спокойно До двух Часов Ну я лег Спать Хотел сделать Пятую точку Кормовую Потом решил Что Это делать не буду Потому что На это были Свои причины После 12 Начал выходить Карась на нерест Он оккупировал Все ближние Точки То есть Весь берег Он там Скакал Крутил сальто Наслаждался Жизнью Разможал Из этого Я решил Это не делать Ближнюю точку Соответственно Еще я Свой Пылящий бойл Как насадочный Не протестировал У нас Еще Все впереди На следующей Рыбалке Сделаем То есть Я оставил Все как есть Четыре точки Где-то В районе Два часа Ну Два часа Где-то Тридцать минут Сработала У меня Вторая точка Был Резкий Паровоз Но Непродолжительный Даже Скинула Палку Потому что Под затянутой Фрикцион был Немножко Я его потом Услабил И Все на этом Закончилось Ну я соскочил С машины Как всегда С подушки С одеялом Выбежал Все уронил Подбегаю К палке Немножко Паровоза Нет Вымотал То есть Карп Не засекся Скорее Если был Небольшой Тузик И вот Тоже есть Такая особенность Слишком Затянут Фрикцион И Таким Тузланом Плохо Более-менее С Настей У меня подготовлены Под крупную Рыбу То есть Я его почти Даже не заметил Как вывел Спокойно Взял Подсачник И Это случилось И я открылся То есть Я открыл счет Своим карпом На этом водоеме До этого У меня были Пробные выезды С друзьями Они ловили Я нет Как я вам уже До этого говорил И сейчас Наконец-то Я тоже поймал Своего карпа На этом платнике Что Меня Не может Не радовать Я доволен Пусть Это Клюнул Тузик Тоже В районе Трех килограмм Зеркальный Потому что Прут Платный Он зарублялся Тут особо Таких Погонистых Карпов Типа Сазанов Нет Но это Мне все На радость Что я поймал Рыбу Поймал Карп Своего Трудового И поймал С кормовой Точки Поймал По своей Тактике И все Сработало Как надо Вот такие Итоги Этой ночи Сейчас у нас По времени Девять часов Опять усилился Ветер Опять он Дует В дамбу Вывод Могу Сказать Один Такой Ветер Я никогда Рыбу Не ловил Она Почему-то Не клюет Или у меня Такое Предубеждение И всю Рыбу Выдувает По-моему В дамбу Ну Ветер Может Поменяться У меня Точки На дороге В зоне Покоя Карпа И соответственно Ветер Поменяется Ветер Перемен И мы можем Снова Ловить Рыбу Время Еще есть В районе Там До 12 До часу Посмотрим Может До 2 Время Вода Подостыла Движение Такое Ветреное Верхних Слоев Воды Ветер И вода Тащит Кислород Какой-то Корм И все Дует В дамбу Ну Я не расстраиваюсь У меня уже Есть результат Хотелось бы Поймать Какой-нибудь Конечно Бигфиш За шестерку Но я думаю Все впереди Через время Так Сейчас Походим Посмотрим Обстановку По водоему Ночь Была тихо Спокойно Можно сказать Хотя Мне говорили Что водоем Ночной Ловится Тут все Ночью Ну Почти Почти Правильно Сказали Ночью Была поклевка И ранним утром Получается Ну не ранним А утром Была уже Поклевка С реализацией Так Все Работаем Дальше Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Смотрим Это видео Работаю Для вас Делал обзор Специально Пруда Для вас Чтобы вы Могли Спокойно В свободное Время Сюда Приехать Прут Это район Деревни Двигатель Шаговой Можно сказать Доступности Ну В пределах Там Трех Четырех Километрах От города Поехали дальше Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует